По словам педагогов, на вопрос «Кем ты хочешь быть?» старшеклассники нередко отвечают «Бизнесмену». А знают ли они реально, что значит открыть собственную фирму? С помощью отдела развития бизнеса городской думы в школе-центре провели встречу школьников с предпринимателями. Кстати, в этом учебном заведении есть кабинет карьеры, который занимается профессиональной ориентацией ребят. Психологи помогают им разобраться в себе, четко определить круг интересов и трезво оценить свои способности. А 12-классница Лена Уруева даже провела собственное научное исследование на тему «Профессиональные возможности и желания молодежи». Когда начинают к нам приходить многие представители других учебных заведений и рассказывают, что у нас огромное количество существует проектов. Просто и можно и написать свой проект и получить это финансирование. И тогда начинают задумываться. Если когда мы перешли в 10-й класс, большинство говорило, я уеду отсюда, я не буду учиться, я могу сказать, что я сама так думала, что я поступлю, зачем мне нужно оставаться в Латвии, то сейчас на самом деле я оценила, что у нас огромное количество возможностей в Латвии, что у нас на самом деле есть и учебные заведения у нас очень хорошие, и уделяют огромное количество внимания каждому студенту. Поэтому, на мой взгляд, что хорошо там, где нет нас, скажем так. Ребята интересуют многое. Можно ли начать бизнес без большого капитала? Что востребовано на рынке? Какое образование гарантирует успех? Сегодняшние старшеклассники – это вполне взрослые люди. И они думают не только о своей судьбе, но и о том, что можно изменить в стране, в том числе в системе образования. Кто знает, может нынешний президент школы, Паша Орлов, в будущем сможет осуществить серьезные реформы. Первым делом я бы постарался сократить учебный процесс в школе до 11 лет. Потому что на своем же опыте, я думаю, многие со мной согласятся, потому что 12-й год – это уже слишком как-то. Как показывает проведенный в школе опрос, каждый третий выпускник собирается уехать из Латвии. И это очень печально. Буквально недавно я читала о том, что численность населения в Латвии равна численности населения, которая была 100 лет назад. Это очень катастрофическая ситуация. И сегодня многие наши руководители говорят о том, что важно вернуть уехавшую молодежь. Мне кажется, одним из важных моментов является не вернуть уехавших, а приостановить поток отъезжающей молодежи. Когда самоуправление предложило мне провести данную беседу, я с удовольствием согласилась, потому что, мне кажется, молодые люди выпускных классов – это те люди, у которых формируется дальнейшее их видение, куда они планируют уехать, планируют ли они остаться. И они еще не зашорены, у них еще нет стереотипов. И, возможно, у них родятся какие-то инновационные идеи. У предпринимателей и у представителей самоуправления свой интерес к таким встречам. Все заинтересованы в том, чтобы молодежь оставалась на родине, чтобы Даугавпилс не стал городом пенсионеров.